От принципов организации до четкого распределения видов. Общественникам, экспертам и представителям государственных органов презентовали законопроекты, касающиеся правил проведения мирных собраний в нашей стране. В здании Можелиса сейчас работает наша съемочная группа. К эфиру присоединяется мой коллега Андрей Деменок. Андрей, озвучены ли общие черты законопроекта? Динара, приветствую тебя. Да, действительно, информации предостаточно. Заседание началось более часа назад. На самом деле обсуждения достаточно будны. Отмечу, что сами законопроекты представили это Министерство информации и общественного развития. То есть презентация заняла достаточно немного времени, около 10 минут, а дальше уже непосредственно у общественников, у развития политологов, экспертов, а также представителей государственных органов начали возникать резонные вопросы. Ну и так, начну немножко, расскажу о самих законопроектах. В частности, там определено непосредственно те вещи, о которых в последнее время достаточно много говорилось, в том числе и руководством страны, а также на самых различных уровнях. В частности, о том, что главные принципы организации проведения мирных собраний это законность, добровольное участие, ненасильственный характер. А далее также указано непосредственно о том, что мирные собрания будут разделяться конкретно по видам. Не как ранее, сейчас очень будет планироваться, что все будет очень четко прописано. Мирные собрания планируются разделить на пикетирование, собрание, митинг, демонстрацию и шествие. Вот здесь уже у тех людей, которые мы непосредственно презентовали проект, возникли резонные вопросы, как будут разделяться эти различные понятия. А также не получится ли, что делать, если, например, митинг перерастет по ходу уже в шествие или в демонстрацию. Не получится ли так, что организатор окажется в неудобной ситуации, к нему у государственных органов различных могут возникнуть вопросы. Однако в Министерстве информации и общественного развития заявили, что не планируется, что такие факты будут, и какого-то конкретного наказания вроде бы как не предусмотрено. Также, наконец-то, в законопроекте, вот в этих определены, еще один очень важный актуальный момент, это места проведения митингов. О них также ранее очень много говорилось, в том числе высказывался и глава государства. Более подробнее мы об этом поговорим с политологом Маратом Советовичем Башимовым. Марат Советович, здравствуйте. Действительно, очень важный момент, это как раз проведение митингов. Президент говорил, чтобы они не проходили на окраинах, и не получится так ли, что определено место митинга, условно, а оно перерастут в шествие и пойдет по улицам. Что делать в такой ситуации? А вы знаете, Андрей, вот чем этот законопроект нужен, вот в отличие от того законопроекта, который был принят 25 лет назад, он детально регламентирует все вот эти правоотношения. Ведь человека, который или организатор, или участник, ему заранее нужно знать свои права и обязанности, что делать, за что отвечать. В этом плане этот законопроект регламентирует. Подробно, учитывая международный опыт, подводит к тому, что, вот, допустим, специализированные места. Вы знаете, чем эти специализированные места? Сто лет назад никакого интернета не было, ни сотовых телефонов не было. Тогда люди выходили перед парламентом, или перед ратушей, да, с плакатами говорили, вот, они хотели, главное, донести воле и заявление либо общества, либо самих граждан до власти. Сейчас, за какие-то несколько лет, развитие информационных технологий выросло, что не надо бегать там по каждому уголку. Тебе государство хочет дать сейчас специальное место, оборудованное место, в центре, допустим, не на крайне, как сказано было, да, раз, во-первых. Ведь что для проведения митинга нужно? Чтобы участники были безопасность, обеспечились безопасность. Чтобы участник митинга, да, допустим, а это же много народу, да, допустим, гипертоник взял, инфаркт схватил, значит, скорая помощь нужна, к примеру. Не застрахованы сейчас, а тем более участвуют там эмоции, везде всегда. Потом вот безопасность, чтобы там не было таких крайних, к примеру, тоже надо обеспечить. И самое главное, вот эти специалисты, места чем хороши? Люди, для журналистов даже хорошо, я ведь везде об этом говорю, потому что журналист, зная специальное место, приезжает туда, быстро освещает и сразу выдает. Для тех, кто хочет донести воле и заявление общества, самих простых граждан, до власти, до государственных органов, им важно, чтобы это мнение. А при развитии социальных сетей, он сам себе даже селфи снял или сфотографировал, весь мир через Ютуб уже знает, что происходит. Поэтому создание специальных мест, оно меняет отношение к проведению митингов как таковых. Оно, наоборот, создает условия для того, чтобы это эффективно проводилось, не надо сколько времени ждать. Уведомил ты свой митинг, да, пришел, увидел, что место не занято, все проводи его, число ограничителей убрали. Поэтому я считаю, что вот это, наоборот, способствует тому, чтобы конституционные права граждан на воле и заявления, они были более защищены. Раскетович, вот и повторю вопрос, он, кстати, поднимался буквально несколько минут назад. Не получится ли так, что из одной формы условно пикет или митинга перерастет в шествие? Что делать в таких ситуациях? Не окажется, что организаторы как бы нарушают законодательство? Вы знаете, вот сейчас, когда говорили о законопроекте, они очень неополномоченные органы, то есть министерство либерально подходит. В других же странах, а я изучал, я на Фейсбуке своем, кто может, пусть прочитает, про США, Великобританию, Германию, Швецию, Японию, другие страны, да? Я писал, писал. Там, извините меня, организатор несет ответственность. Он даже имущественного не тогда залог ставит, да? Он не отнесет ответственность, чтобы это соответствовало тем уставным... Ведь они же хотят, вышли с определенными целями и определенными задачами, и это как договор. Вы знаете, он говорит, что мы проведем вот для реализации. Как только, допустим, в Германии он может выйти за рамкой этого, да, полиция жестко это преследует. Но у нас министр заявил, что мы такое не предполагаем. Даже если она перерастет в другую форму, то есть более либеральный даже подход, чем в западных демократических странах. И хотя, я еще раз повторяю, меры ответственности могут быть предусмотрены, административные, к примеру, потому что ты же должен нести, у тебя есть права, но с другой стороны есть обязанности. Если ты взялся исполнять вот такое, да, реализовать свое право на митинги в данном случае, ты не должен выходить за рамки вот этого правого поля. И все мы должны соблюдать, как у нас в Конституции написано, законы этой страны. Вот тогда у нас будет такой же порядок, и как в Германии, допустим, где я видел все это дело, да, там не надо объяснять немцу. Он все понял. Он даже там есть написано, руки нельзя поднимать, он руки не поднимет. Спасибо большое. Международного пота это очень важно. Хочется надеяться, что самые лучшие практики будут применены и у нас. Спасибо большое. На самом деле, также, вот, кстати, обязанностям организаторов очень четко было все прописано, само понятие наконец-то появилось, и также их права. Одну из прав, к примеру, почему общественники заинтересовались, о том, что организатор должен отвечать за безопасность, о том, что если в случае какие-то непредвиденные факты произойдут во время мирных митингов, организатору могут быть какие-то определенные санкции примены, однако, очень четко было сказано общественникам, что из-за этого должно этим заниматься сотрудники правоохранительных органов, о том, что это их непосредственная работа. Министерство информации и общественного развития с этим согласились. Но, на самом деле, эта презентация проекта работы еще очень много. Он должен пройти множество самых разных инстанций, а также уже непосредственно Можилии страны, в дальнейшем Сенат. Андрей, спасибо. Процесс это, как это часто бывает, достаточно долгий, и депутаты, и также другие различные государственные органы должны его рассмотреть с самых разных сторон. Динара, у меня на этом все. Более подробнее расскажем в следующих выпусках. Передаю тебе слово. Спасибо, Андрей. На прямой связи со студией был Андрей Деменокин. Напомню, наша съемочная группа сейчас работает в Можилии, где презентуют законно-проект о мирных митингах. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!